привет друзья мы открываем новую рубрику так как мы тесно связаны с туризмом уже много лет в этой рубрике мы будем сравнивать цены на отдых в разных странах сегодня я хочу показать вам такое направление как объединенные арабские эмираты и сравним мы цены на туры в эмираты например с анапой откроем сайт одного известного туроператора у нас практически монополист и посмотрим что у нас тут есть я уже заранее открыл туры по россии туры по россии давайте сначала посмотрим какие у нас цены на арабские эмираты выберем также одинаковое количество ночей например 7 ночей и 7 ночей в эмиратах 7 ночей в анапе и примерно одинаковые даты ну например начало июня начало июня когда у нас вылет в эмираты на 7 ночей 3 июня давайте возьмем тем более тут цена 42 200 минимальную показывает и будем рассчитывать также на двух человек стандартный вариант посчитаем два типа цены с питанием завтраки и с питанием все включено 7 ночей двое взрослых 3 июня и поставим завтраки перейти так смотрим у библиоглобус такая система что не всегда сразу он показывает самый экономичный отель поэтому сначала нам рекомендуют пятерку вот а потом только самые дешевые отели идут вот видите да здесь получается что у нас здесь почему тоже пятерка до одни пятерки у нас в начале давайте сначала по пятеркам элит библиоглобус отель 91 309 это на двоих завтраками причем моментальное подтверждение видите да у нас на отеле нет оранжевого значка это значит что на моментальном подтверждение если мы сейчас забронируемся нам сразу подтвердят все можно паковать чемоданы 91 300 91 309 рублей вида beach resort ум эль кувейн это маленький такой эмират на побережье так далее земля меридиан дубай 104 200 хорошая цена это же deluxe комната у нас deluxe номер и моментальное подтверждение хороший вариант так ну слишком дорогие не будем брать fujero rotana 5 звезд небольшой номер king стандартный king номер но тут надо запрашивать номера 93000 я запишу блокнот несколько вариантов как где у меня ручка запишу блокнот несколько вариантов чтобы запомнить да и потом сравнить спасибо и потом сравнить цены например fujero rotana 5 звезд завтраки 93 074 пойдем дальше давайте мы самый экономичный отель до самой вот самая минимальная цена у нас элит библос библос тоже 5 звезд и цена 91 1309 рублей отлично ну хотя бы два отеля до самой экономичной цены отеля неплохие 5 звезд все-таки на завтраках поехали все включено смотрим убираем значок завтраки все включено отель у нас пятерки да здесь выходят посмотрим что на все включено покажет нам сразу да он рекламу делает на двести двадцать семь тысяч это дорого для нас вот та же fujero rotana для сравнения возьмем одни и те же отели на все включено в торрик 146 862 146 862 146 862 так и у нас элит библос был да дальше посмотрим есть ли он на все включено нет ну тогда возьмем самая экономичная это или какой нибудь на все включено да давайте посмотрим двойки и тройки есть у нас с таким типом питания есть 97 600 тройка до 96 678 и добавим четверки посмотрим какие тут цены некоторые отели 4 звезды могут быть даже дешевле троек ага ну нет нет значит возьмем мы тройку самую экономичную и запишем цену на эту тройку с питанием все включено роял отель шарджа софт все включено легкой все включено это без алкогольных напитков район отель три звезды 97 678 рублей отлично идем дальше в принципе все да какое-то впечатление мы получили базовые цены на завтраках и на все включено в эмиратах теперь самое интересное давайте посмотрим какие же у нас будут цены на туры в анапу переходим на вкладку туры выбираем направление россия вот недалеко от эмирата так и маршрут маршрут анапа по датам у нас вылет в эмираты 3 июня вот как раз на 7 ночей да в эмираты и в анапу также у нас на 7 ночей есть вылет 4 июня то есть максимально близкие вылеты 3 и 4 ставим значок 7 ночей на двоих взрослых питание завтраки поехали на если мы сравнивали отели пятерки в эмиратах поначалу да мы взяли пятерки и посмотрим в анапе у нас всего три отеля у данного оператора значит пять звезд семь ночей в анапе метрополь гранд отель записываем на завтраках гранд метрополь гранд отель получается 139 тысяч девятьсот пятьдесят восемь рублей так идем дальше она только метрополь нам и показывает да на завтраках скорее всего остальные у нас на все включено будут проверим да еще отели пять звезд другим типом питания нам показывают great aid ultra all inclusive отличный вариант да кстати запишем great great aid 112 тысяч и 4 рубля хороший вариант на двоих отель также нужно по этой цене запрашивать а базовая это спецпредложение 112 тысяч а базовая цена и номер deluxe у нас 163 уже 163 200 то есть не факт что нам подтвердят этот отель по цене 112 тысяч вот так вот так и что-то подешевле посмотрим да у нас на завтраках минимальная цена на завтраках на 7 ночей отель любимый берег новые корпуса насколько я помню этот отель на первой линии 37 600 37 600 на завтраках эконом молодежный ага вспомнил я что это за отель эконом молодежный в эти номера не рекомендуется заселяться детям до 14 лет и пенсионерам у кого проблемы есть с дыханием там кто-то сосной предполагаю по причине того что там очень жарко возможно кондиционер или старый или там не справляются или их вообще нет поэтому ну базовая цена это будет где-то 38 300 39 стандартные а тут даже мансарда у нас идет стандартный номер мансарда так мансарда без вида вот полу люкс 41 800 41 800 за двоих минимальная цена в анапу далее островок на южном проспекте на завтрак эконом санузлом на блок это мы даже не рассматриваем да по за прошлый век эконом стандарт 40 40 40 600 в общем анапа у нас на завтраках 40 тысяч 40 тысяч эмираты у нас на завтраках получается 91 тысяча ну конечно цена более чем в два раза цена 2 более чем в два раза у нас различается но эмирата она по понятным на все включено проверяем анапу любые типы отелей берем рассматриваем нет ничего вот появились отели две звезды санвиль антарес две звезды 46 100 на все включено кстати отличный экономичный вариант не знаю какое там питание конечно будет по качеству но тем не менее далее рябинушка санаторий 3 звезды 3 звезды кстати да санвиль антарес тоже на подтверждение не факт что подтвердят но как вариант можно попробовать так рябинушка и калипса в общем 50 50 тысяч примерно надо предложение на все включено отели 2 3 звезды в анапе 4 но все таки мы сравниваем с эмиратами поэтому давайте выберем отель 4 звезды хотя более-менее да по уровню чтобы у нас совпадало и смотрим отель эмера 4 звезды все включено 61 700 лямелия 4 звезды 93 100 старинная анапа 108 76 но средняя цена где-то у нас 80 да получается 75 80 тысяч средняя цена на все включено в анапе на начальные такие отели начального ценового диапазона и далее у нас дача 104 112 это четверки это четверки подведем итог некоторые да у нас по эмиратам отели на все включено от 90 от 87 тысяч как непонятно написал да здесь от 97 тысяч три звезды раэл отель и пятерки у нас примерно 140 146 тысяч также на все включено в эмиратах и в анапе в анапе у нас пятерки примерно тоже такая же цена как в эмиратах 140 тысяч 112 тысяч на завтраках на все включено цена у нас примерно там в среднем 80 90 так колеблется да вот самый самый высокого уровня отели которые в анапе находится 108 тысяч 81 102 104 в принципе цены очень близки к эмиратским и куда лететь выбирать вам всем огромное спасибо за внимание кто досмотрел до конца ставьте лайки подписывайтесь оставляйте свои комментарии нравится вам эта рубрика или нет мы первый раз ее пробуем в следующий раз может быть Аня будет вести записывать этот материал всем спасибо пока подожди еще запись идет и